Итак, всем здравствуйте! И сегодня у нас с вами вот такой вот замечательный итальянский пейзаж с балюстрадой, с такой вот аркой из деревьев. Прямая перекладина, но вот листва деревьев создали впечатление такой вот арки. Немножечко неровной, но и в этом есть тоже свой интерес. Я много пейзажей пересмотрела, там были прям и арочные, и разные. Но вот это вот как-то мне прям очень понравилось. Композиция симметричная. Но вот здесь вот, вот эта вот асимметрия наверху, она как бы вот сбивает немножко вот эту симметричность. И у нас получается такой простор, уходящий прям вдаль. Очень интересно, с этим корабликом мы попробуем сделать, ну насколько возможна детализацию, поэтому это не на одно занятие. Ну я полагаю на три, потому что на четвертый, наверное, растягивать. Ну посмотрим, как пойдет. Итак, сейчас поружимся карандашиками, и построения у нас будет тут достаточное. И что мы сейчас делаем? Листик разделим на раз, три, четыре. Четыре части, ну чтобы сверху немножечко осталось. Четыре с половиной, скажем так. Четыре с половиной. Раз, три, четыре. Ну можно и повыше, можно и четыре. Давайте еще раз померяем, чтобы определить вот эту вот границу, вот этого портика. Два, три, четыре. Да. Четыре повыше, да? Четвертая тут еще половиночка. Получается четыре полных части. Вот этих вот. Да. И половиночка. Где-то вот так вот. Два, три, четыре, да? Четыре с половинкой. Кто привык по сантиметрам, там он тоже, кто любит свинейчкой и работать. То есть внизу отступим сантиметров восемь. Но у меня листик еще не совсем стандартный. Обрезать придется, да? Ну, да нет, не придется. Мы впишем все. Четвертую часть. Ну, немножечко, да, если лист, вот у нас 42 сантиметра, а стандартная рамка 40 сантиметра. Итак, четвертую часть. Приблизительно четвертую часть отделяем. Это у нас основание вот этой вот колоннады балконной. И нам надо еще центральную линию провести, да? Единственное, что я бы все-таки вот эту вот совсем симметрию бы не делала. Чуть-чуть бы, немножечко, на сантиметр бы сдвинула осевую линию, вот эту центральную, наверное, чуть-чуть вправо на один сантиметр. И все равно симметрия нам понадобится. Относительно нее мы будем и колонны строить, и вот этот пейзаж рисовать, основываясь на вот этой нашей линии симметрии. Поэтому вертикальную линию только легонечко, так как у нас акварель, а нам потом стирать ее все равно придется. Вот слегка намечаем центральную линию с небольшим сдвигом в правую сторону. Слегка-слегка. Раз. Если вы тут немножечко вот эту линию опустите вниз на сантиметр, вверх на сантиметр, совершенно ничего страшного. Пускай они будут немножко разные. Чуть-чуть вправо, на один сантиметр буквально давайте вправо сдвинем. И до вверху линию. Да, лучше до вверху, потому что вот эту вот будем балку делать, там растения как-то будем заплетать, но чтобы у нас был такой вот ориентир. Вот это центральная линия, стараемся ее не сильно на карандаш нажимать. Миллиметры не высчитываем, не важно, насколько у нас там вправо-влево, там на 5 миллиметров не имеет значения. Вот это вот расстояние разделим напополам, на глазочек. И вот это расстояние тоже напополам, на глазочек. Вот пусть у нас чуть-чуть неравные будут. Вот это пополам, и это пополам, на глазок. Сейчас главное построить нам вот это вот ограждение очень красивое, с такими мраморными колоннами, балясинами, не знаю, как сказать. Для колонн маленькие слишком, для балясин, наверное, слишком толстые. И вверх высоту сантиметра 3, давайте вот так вот, высоту сантиметра 3, на глазочек. Ну да, 3 сантиметра, вы знаете, даже может быть 3,5, а тут 4 практически. Приходи, только возьми с собой все. 4, скажем, вот так вот, наверх, а потом вниз будем охладывать. Так, вот это расстояние тоже делим пополам. И тут у нас будет колонна, осевую, осевую линию проводим. Пополам вот это расстояние, осевая, тоже пополам это расстояние. И осевая. Даже, ну да, давайте пополам. И вот это ось симметрии, ось симметрии на эту колонну. Вы знаете, даже чуть-чуть можно, эффект перспективы сделать, чуть небольшой наклон колонны, колонн как бы к центру, немножечко можно это сделать. То есть, если здесь отступили 3 сантиметра, да, 3, то здесь можно отступить отверху 3,5, да, чтобы с небольшим наклончиком. Вот на фотографии этого нет, но это не фотография, да, с разных работ, собирательный образ, скажем так. Чуть большим наклоном, но не переборщите, а то мы храм Владимирской иконы писали, и я там немножко, там с колокольника, конечно, с наклоном перестаралась. Я потом справляла. Небольшой наклончик к центру. Сейчас я отойду. Чтобы вот это вот немножечко у нас все-таки была перспектива. Вот таким образом наклоняем. Это центральная, это осевая линия, мы еще от них будем влево-вправо откладывать. Поэтому не очень жирненько делайте карандашную линию. Без большого нажима я нажимаю посильнее, потому что вам было видно. А так вот старайтесь у себя на листочке делать полегче. Так, и сразу колонны, наверное, сделаем от этих вот осевых линий. Отложим внизу сантиметр вправо, сантиметр влево. Не много ли будет? Сейчас я посмотрю, подожди. Два сантиметра, да нет, вроде ничего. Сантиметр вправо, сантиметр влево, а наверху поменьше. Давайте, если по пять миллиметров, то очень узко будет наверх. А не так колонны немножечко сужать кверху. Во-первых, перспектива, а во-вторых, чуть-чуть. Некоторые колонны по архитектуре делаются внизу основания потолще, а вверху, где там уже ордер начинается, поменьше. Вы прям до самого верха? Прям до самого верха, мы их потом обрежем. Ну, пусть будут вот эти вот ориентиры, так будет попроще. Давайте по пять миллиметров. И ведем линию, стараемся ровненько, насколько это возможно. Кверху, сужение кверху. И с другой стороны то же самое. По сантиметру, снизу по пять миллиметров сверху. А вы можете сдвинуть сюда, а там Лена сядет. А придет? Лена, посадите вон туда, там местечко побольше. А вам совсем будет неудобно. По сантиметру внизу, по пять миллиметров вверху. И проводим. Аккуратненько. Сейчас мы проводим линию вниз. Зато у нас красота получится. Прям давно я мечтала написать такой пейзажик итальянский. Вот, две колонны. Подравнять можно ластиком. Подравниваем ластиком. Пластиком ровняем. И ось симметрии снилаем, убираем. С колонн. Из центра колонн стираем пятую симметрию. Она нам больше не нужна. Вот. Чтоб не мешало. Вот у нас какие замечательные колонны получатся. Толстенькие. Толстенькие. А, две, три, да? Да. А колонны, если обратить внимание, у нас стоят не вот на этой линии. Мы их сейчас будем продлевать. Они стоят вот на таких вот каменных тумбах. Сейчас мы их сделаем. И тут важно их сделать в перспективе. Именно вот эта перспектива и вводят зрителя вот туда, вдаль, как бы, в картину. Поэтому, если есть у нас в работе вот такой вот эффект сразу, с начала картины, вот перспектива вдаль, то это прям расширяет горизонт работы, глубину, вернее, работы до бесконечности. Поэтому это очень хороший прием. Как бы перспектива с двух сторон показана. Поэтому с этой стороны отступаем, ну, сантиметра два, это вот это ребро, тумбы левой, сантиметра два отступаем. Ну, и с этой стороны можно прям столько же, или чуть поменьше, так как у нас двиг был. Чуть поменьше. А, да, и вот это ребро примерно до половины вот этого расстояния. До половинки вот этого расстояния. Вот это расстояние от низа листа до вот этой линии основания блюстрада делим на пополам. И вот эти два ребра, этих каменных оснований колонн. Да, пополам, да. Да, вот это два сантиметра, да, от края листа. От края листа здесь два сантиметра, здесь можно чуть поменьше, ну, полтора. Можно чуть побольше, два с половиной. Пусть у всех будет там немножечко по-своему. У нас все равно не совсем получается копия работки, которую я приношу. И это не в чистом виде работа из интернета, я ее все равно дорабатываю. Что-то так уж, что прям откровенно не сдирать, а потом какие-то вещи мне, например, в одной работе нравятся, в другой не нравятся. Я как бы совмещаю в фотошопе, чтобы получилась такая картинка, которая меня бы устраивала. Вот. И куда ведем? Давайте сделаем так. Вот, от этого угла прям до края листа мы потом срежем. Ну, как ориентир, давайте возьмем вот этот вот уголочек. Раз. И соединим. Отлично. Соединиваем, чтобы у нас перспективка такая получилась хорошенькая. Это она слишком хорошая. Это хорошо. Чем круче, тем лучше. Соединили, да? Получилось. А теперь еще такой вот хитрый приемчик небольшой. Вот. Опускаем от этой линии полтора сантиметра вниз, вот отсюда. И тоже соединяем вот с этой точкой. Вот таким образом. И тут то же самое. Полтора сантиметра вниз и соединяем. Вот с этой точкой. Два треугольничка такие у нас получаются. А вот тут просто проводим линию параллельную. Знаете, наверное, не с этой точкой. А давайте соединим вот немножко, чтобы вот это вот было покруче, чуть-чуть. Вот с вот этой точкой на колонне. Вот так вот. Пусть будет вот так. Это вспомогательные точки. Мы потом сотрем. Но если в одну точку сведем, слишком уж будет у нас крутая дальняя сторона. Тумбы каменные. Давайте вот эту точку заориентировать возьмем. Основание колонны. Ага, вот так лучше, да. Вот это просто. От этой точки параллельно краю листа проводим линию влево. А от этой точки параллельно краю листа проводим линию вправо. То есть делаем вот это вот ребро. Этой каменной тумбы. Вот этой вот этой. Вот таким образом у нас с вами должно получиться. А теперь самое интересное. Отступаем от этой линии вниз где-то, ну, миллиметров семь, не сантиметр. Вот столько. И замыкаем эту каменную тумбу. Рисуем дальнее ребро вот это вот. Раз вниз миллиметров, семь сантиметров будет многовато. Раз. И верхнее основание вот этих каменных тумб у нас будет закончено. Верхняя плоскость, на которой стоят колонны. Колонны сейчас мы дорисуем. А вот эти хвостики можно стереть. Вот таким образом. Красота получается. Получается отлично. Мама, мама, вот это вот прямо. А это вот соединить вот с этим. Да, вот с этим. Да, вот с этим. Да. А это вот. Восоединили вот с этой, а надо с внутренней точкой колонны. Да, 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 да. Тут еще такая приступочка, как бы ступенечка. Не будем это делать, иначе мы вообще запутаемся. Давайте сделать прямой выход. Вот из этой точки опускаем вниз вертикальную линию. Из этой вниз вертикальную линию опускаем. Сейчас сориентируюсь, в какую бы точку здесь привести. Центральная. Сейчас, секундочку, секундочку, секундочку. Да, и давайте сделаем так, чтобы у нас получилось красиво. Вот, пересечение центральной оси нашей работы и верхней части люстрады. Берем вот эту точку и соединяем вот с этой точечкой, где ребро пересекается с краем листа. Раз, чтобы у нас получилось прям. Раз. И вот здесь то же самое. Раз. Вот таким образом. И оставляем только нужное нам линия. То есть вот это стираем. Вот таким образом. Пусть немножечко у нас будет даже если это у каждого по своему, то очень даже хорошо. И оставляем только вот эти вот ребра тумбы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восьмого ребра не видно, оно у нас за краем листа. А остальное стираем, линия вспомогательная стираем. Этот центральный треугольничек стираем. И у нас получаются вот такие каменные тумбы, которые служат у нас основанием для колонн. Все красиво как построилось, в перспективке. Так, а они же не достают. Они у нас колонны. Да, там есть и растоят. А линии не до конца, соответственно. Потому что здесь уже такой выход, как бы балкончик такой к морю, но не совсем. И тут два спуска. Но мы их показывать особо не будем. Просто сделаем вот такие наклонные линии. Все, там ступенечки еще идут. Тут как бы выход на такой вынос. Балкон, не балкон, но такая лестница с двух сторон. А тут как бы смотровая площадочка такая небольшая. Сейчас колонны. Опускаем вот эту линию. Мы стерли осевую, моя ошибка. Да, чуть-чуть пониже. Опускаем осевую линию, колонн. Прям вот на эту тумбу. Прям в центр тумбы. А дальше проводим горизонтальную ось. Вот такое перекрестие должно получиться. Горизонтальную ось. Можно прямо от края до края. Этой тумбы. Перекрестие такое. На него мы посадим опальчик наш. Основание, колонны. И вот до этой горизонтальной оси опускаем края колонны. Пусть у нас колонна будет прям полностью стоять на этой тумбе без зазоров. И нижний овальчик можно прям вот сделать вот таким вот образом. А верхний можно не делать. Все равно мы его стираем. Ну, обычно на учебных работах делают сквозное построение. Ну, мы же уже с вами не ученики, а профессионалы. Нам можно уже показать только переднюю часть, видимую часть овала. Вот таким образом. Там еще у колонны небольшой вот этот вот заход, как бы основание. Но уже места нет. Все тумб окончилось. Поэтому будем делать колонну без вот этого круглого основания. Или кто, в общем-то, хочет, можно чуть-чуть, чуть-чуть его дать, показать немножечко. Если нет, то можно и не показывать. Чуть-чуть, как бы. Без вот этих вот. Как они? Ордера. Или ордера сверху. Ну, боюсь сейчас что-то наговорить. И все лишние линии, все невидимые линии мы с вами аккуратненько стираем. И вот у нас получились наши замечательные колонны. Которые твердо стоят на вот этих тубах. Овалы у меня кривые, но я их сейчас поправлю. Потому что сбоку не очень хорошо. Сбоку не очень хорошо рисовать, поэтому сейчас чуть-чуть я поправляю овалы. Небольшое утолщение внизу все-таки я делаю. Донышко, как бы, этих колонн. Чуть-чуть я делаю. Сейчас, извините, сейчас я встану на месте. Поправлю немножко колонны. Главное у нас синий не закривить. Поправляю низ колонн, чтобы у нас... У меня даже вот эта колонна, правая, получилась чуть поменьше. Но это и хорошо, потому что зритель как бы стоит ближе к левой стороне. Поэтому правая сторона у нас чуть-чуть получается поменьше. Вот небольшое утолщение. Если карандашом не получилось как-то прям сразу сделать, это можно сделать и кисточкой. Вот такой вот небольшой утолщеницы. И стираем невидимые линии. Все невидимые линии стираем. И смотрите, что у нас остается. Две колонны. Кисточкой туда делаем. Карандаш уже сильно у нас грязнит. Не будем вдаваться в карандаш. И тут растение, зелень, зелень. Поэтому с этой стороны и с этой стороны то, что за колонны, можно уже особо не стараться выстраивать. А тут еще вот эти вот вазоны, которые как бы на вот этой ступеньке. Ну, у нас особо места нет для ступеньки. Хотя можно небольшое. Ладно, не буду мудрить, боюсь просто. Боюсь перемудрить, а потом с этим не справиться. Так что ладно. Вот эти вазоны можно как бы просто нарисовать, как будто они стоят за этими тундами. Просто часть, видите, половинки их вон там нарисовать. И все, этого будет достаточно. Нет, вообще ничего, колонна ближе к зрителю, чем там. Там по этому месту много появилось для вазоны. А здесь нет практически видео. Вот еще не такое, что вот она ближе как-то вот. Ну, у нас наоборот. Дальше. Мы как бы стоим ближе к левой тумбе. И смотрим вот немножечко вот туда, вдаль. Вот взгляд зрителя направлен как бы вот в ту сторону. Итак, сейчас вот эти каменные болезни. Помните, мы рисовали с вами зимний парк с фонариком, да? И мы что-то подобное рисовали. Вот такую билюстраду у нас тоже была. И через нее пробивался свет фонаря. Вот я помню, кто рисовал вот эту работку, тот вспомнил. Итак, что мы делаем? Давайте мы обозначим границы этой билюстрады, верхнюю и нижнюю. Сантиметр вниз. Это будут перила верхнего основания. Вернее, верх перила. Где-то сантиметр, миллиметров семь. Много сантиметров. Много, а то да, для колонн нам не хватит места. Ну, чуть повыше. Нам главное, чтобы еще и колонны здесь уместить. Вот эти. Поэтому, может быть, даже ее чуть повыше сделать. Если мы сделаем чуть повыше, ничто не проиграет в этом пейзажике. Нашим замечательным. Поэтому можно сделать чуть повыше. Чуть повыше. Да, чуть-чуть повыше. Иначе у нас колонны будут слишком уж... Повыше. Над нашей линией семь вверх. Да, да, да. Давайте надстраивать вверх. Да, действительно, совершенно верно. Лера Ивановна нам говорит. Вверх давайте надо. Все правильно. Все правильно. значит вот от этой линии сантиметр вверх от нижней это основание сантиметр вверх и от верхней линии сантиметра еще вверх вот это будет идеально вот таким вот и колонна у нас здесь тоже поместится у нас очень маленькое расстояние что для колонн у нас получилось нормально они не были тумбочками я сейчас прямо скажу значит вот тут сантиметр всего получает четыре с половиной сантиметра сантиметра внизу потом два с половиной сантиметра вверх откладываем еще сантиметр вверх до эффекта этого будет достаточно для того чтобы у нас получилась красивая колонна глистрады болят и тут смотрите тоже не все так просто вот у нас достаточно мощные вот это вот это подоконник перила достаточно мощные и это тоже имеют они свою перспективу то есть вот здесь вот раз как бы немножечко скошенные уголочки скошенные уголочки и боковушечку показываем чуть-чуть скошенный уголочек боковушечку можно конечно выпендриться немножко закругленные углы сделать но и так хорошо вот это боковая сторона перил а еще под ними под именно боковушка перил еще чуть-чуть отступим вниз для того чтобы показать что там под вот этим перилом под этим подоконником есть еще расстояние в которых крепится до которой крепятся как раз вот эти вот наши колонны чуть-чуть вот тут также мощный низ основания достаточно мощное такое и тут даже несколько линий идет таких вот как бы каменные вот этой резьбы очень интересно кто хочет может показать кто не хочет можно упростить и если мы будем делать это только кисточкой замыкают две достаточно мощных колонны но не в край а миллиметров пять вот отсюда отступим справа и слева какие-то вот даже непонятно круглые они цилиндры это или прямой уголь когда похоже да похоже два таких цилиндров и сейчас нам важно сделать ось каждой вот этой вот колонне правильно рассчитать расстояние причем у кого-то их будет 8 у кого-то 10 у всех будет по-разному давайте сделаем поскольку по сантиметру примерно или даже побольше побольше наверное между колоннами чтобы у нас получилось и толщина сантиметра по полтора пусть их будет мало но они будут красивые прям я отступаю между каждой у 1 чуть поменьше расстояние да видите вот этой основной колонны правой чуть поменьше расстояние добавлять и на потом идут побольше стараемся ровно рисовать это оси симметрии так у меня получилось 1 2 3 4 5 6 она больше у меня получилось 6 путь больше пусть будет 6 зато у меня будет расстояние что-то красивые форму он такой красивый сделать форму кувшина сейчас я на большом листике покажу форма интересная сильно я не стала отмельчить у кого сколько получится да обратите внимание что расстояние справа и расстояние слева и расстояние справа чуть меньше чем между ними по центру не сделал я много ну и и тут еще будет очень интересная тени от них вот эти камни которым вымощена дорожка к этой смотровой площадочке все все тут будет очень красиво есть еще на чем-то погрудиться поэтому не будем все силы бросать на колонны сделаем меньше лучше а то совсем уж миниатюру получится ли не даже не знаю кисточку взять чтобы делать все выписать и так о симметрии и на нее надеваем насаживаем тело вращения похоже на кувшинчик основание вот такой знаете чашки давайте немножко упрощать форму основание чаши тут с небольшим вырезом вот тут есть такой вырез но это посмотрим если это слишком мелко будет не будем это делать и в две стороны откладываем чуть ниже центра вправо влево это у нас будет утолщение а тут уже идет нас уже а тут тоже как бы тоже чашечка но поменьше наверху давайте вот и и нарисуем тоже чашечка на более вытянутая поменьше вот такая раз и обозначим точки внизу 1 1 и тут тоже 1 1 и соединяем вот такими дугами смотрим на центральную линию чтобы у нас симметрия не потерялась вот таким образом получилось знаете на что похож на керосин потом можно добавить вот это здесь там резьбы какой-то вот здесь еще перетяжки там сам это уже посмотрим насколько это будет сделать насколько просто это будет сделать и вот тут вот ножка вот смотрите внимательно ножичку вот эту показать если не очень мелко вот видите тут не просто входит сюда а с такой как бы небольшой ножкой вот таким образом вот такая полонная да сегодня у нас с вами только карандаш дай бог что карандаш делается сегодня это хорошо потому что построение всегда сложно помнить как мы храм с вами строили у меня карандаш затупнился а тут надо взять карандаш и более остренький кому надо я дам более острый карандаш для построения вот этих вот сначала сделаю чашечки так будет проще наверное сначала чашечки внизу вот отлично потом стаканчики такие наверху и вот эти толстенькие бачка прям сразу намечу вот эти точки убежали на убежали вниз по поправляю поправляю и раз эти лампочки толстый толстый немножечко облагорожу толстенький получить можно даже был их меньше сделай что есть делаем а тени будут такие вытянутые красивые у меня прям даже такие с бачками получились я боялась что слишком если слишком часто их поставить они будут у кого-то может быть поменьше поменять уровня я даже может быть их чуть-чуть поменьше сделаю ладно пока вот так и так смотрите здесь еще есть два спуска справа и слева просто рисуем вот такие треугольнички и вот здесь вот туда пошли ступеньки просто чтобы как-то замкнуть да может быть и стоит их почаще потоньше сделать но это уже давайте посмотрим может быть дома подотрём и сделано как по миниатюр не поизящнее но я побоялась что будет слишком часто получилось товару и верхняя балка вот это на которая опирается на колонны сантиметра 4 сверху опускаем и проводим вот эту вот линию чтобы замкнуть даже можно чуть поменьше может три с половиной раз три с половиной четыре сантиметра и толщину даем толщину где-то в сантиметр этому верху на основании и именно сюда упираются наши колонны давайте сделаем как бы такие вот овальчики прям вот таким образом шапочки такие их почти будет не видно поэтому сильно не вырисовано чтобы было видно что колонна упирается вот в эту балку а вот эти хвостики мы сотрём эти хвостики нас отвергаем вот таким образом чуть-чуть эти шапочки на наверно повыше надо было сделать сильно не вырисовываем потому что это не будет видно за вот этой листвой и так что нам еще важно здесь сделать горы линию давайте с вами посмотрим и наверно у нас получается вот это вот расстояние от перил до верхней балки разделим на три части раз два три раз два три на три части разделим да да прям одинаковые и первая линия у нас будет соответствовать основанию вот этих гор красиво там где водичка заканчивается начинается горы это первая линия сюда продлить можно за колонны немножко можно продлить хоть тут зелень не видно но все равно давайте продлим это первая треть потом половинку вот это серединку вернее делим на пополам тут у нас будет вот это вот дальняя гора и чуть чуть пониже вот этого средней засечки рисуем вот такой вот башмачок рисуем вот такой башмачок неровный тут еще поострее будут видите тут вот неровные именно такие более остренькие заломы а вот тут начинается вот это вот высокая гора она у нас почти до вот этой линии доходит до 2 3 и снизу считать 1 выше не надо и вот тут сход как бы более пологий стилу намечать кораблей не намечать или мы уже это сделаем наверно красочка поверху не будем пока мы кораблики намечать так вот это вот линия можно стереть дерево наметен у дерева на намечаем дерево вот она как-то за колонны его тут вот и с этой стороны выходит и туда и за балку и перед балкой вот этой верхней вот это вот какое-то такое южное дерево которое стволами переплетается как бы замыкаю эту арку тут массу а вот тут тоже дерево она прям вот видно раз немножко вот сюда основу основные ветви у нас видны вот здесь вот чтобы вот это вот именно линию у нас осталось вот тут вот ветки деревьев а вот тут вот ли не город чтобы взгляд зрителя как бы устремлялся вот отсюда вот туда вот смотрите вот такой эффект у нас и это добавит больше глубины нашей работе прям даль 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 такая будет ну вот тут вот тут мы уже сделаем листиками просто мазочками поэтому здесь вот мы ничего не делаем просто мазками обозначим листву так что еще два вазона нам надо с вами сделать вот здесь на перельцах это надо и вот эти наверное вазоны которые стоят вот внизу видите они здесь на ступеньке стоят поэтому высоко достаточно а я бы сделала вот может быть немножечко пониже за колонной просто половинку этого вазона даже когда живут еще возможно ниже такая чаша из которой у нас растение всякие видны тут половиночка ну и соответственно вот здесь вот за колонной он стоит вообще чуть-чуть нужно обозначить слегка раз чтобы немножко зеленки отсюда вылезала чтобы она не была непонятно откуда поэтому можно немножко обозначить кто не хочет их рисовать можно не втискивать да прям без 10 10 лучше приходить ну чтобы это сам успеть подготовиться может заканчиваем просто ну вы подождите немножко я вас добавлю в группу и у меня ролик будет вы можете дома нарисовать и на следующий занятий мы будем продолжать хорошо хорошо так и вот эти два вазона которые настоят на перельцах что здесь важно сделать вот симметрия раз для таких палочки и на нее насажим вправо-влево не слишком высокий а то у нас все красоту закроют давайте пониже сделаем а то там кораблики волны а тут у нас вазочки будут какие-то давайте помельче сделаем можно сделать и вот с таким основанием а можно просто как две чаши ну это красиво потому что на юге такие можно даже свисающие здесь сделать будет красиво помните у нас какие вазоны в парке сейчас не знаю высаживали растения они из этих вазонов прям так свисали я не знаю сейчас высаживали помните мы на пленеры ходили а или это мы не с вами ходили например другой группы а вы не ходили с Татьяной Викторовной кто ходил на пленеры вот писали вот эти вот вазоны со свисающими вот такими растениями это будет здорово красиво то есть не совсем такие сделать а вот можно с основанием сделать такие кубки а можно так как чашечки посмотрим так попроще а ну вот эта форма поинтереснее в общем это все что что сегодня мы наметили сделать а тогда на следующий раз уже будем делать заливку акварельную вы знаете а я еще балясинки хочу поработать с ними поэтому они будут немножечко другими хочу все таки потоньше сделать поизящнее поэтому сейчас тени не буду делать мы тени сделаем уже по факту красочкой ну все на сегодня всем спасибо тогда до встречи через две недели а в следующий раз все приходим на лекцию и вот решила записать небольшой паскриптум изменила вот эти колонны балясины на более тонкие более изящные те мне показались ну слишком толстые некрасивые и вот рисую внизу такие катушечки вот смотрите это основание вот этих вот маленьких колонн обязательно осевую линию вверху такой стаканчик вот тут намечаю бочки бочка с закруглением справа слева и соединяю вот так вот наподобие таких дуг да вот я как сказал похоже на керосинку действительно похоже на керосинку на лампу такой старинная форма вот этих вот балясин и внизу соединяю таким полукругом ровняю форму и верху тоже такое небольшое утолщение делаю который упирается в перила вот уточняю низ и вот тут вот обязательно толщина основания на котором стоят вот эти колонны потому что мы его видим и вот стираю все лишнее сейчас мы видим перила толщину перил и толщину основания на котором стоят колонны поэтому вот эти толщинки обязательно делаем уточняю немножечко форму делаю делаю ее более такой изящной и вазочки все таки форме чашек простых мне показалось как то уж очень так вот ну топорно и все таки решила сделать вот с таким вот основанием чашечки не такой уж вычурной формы но вот по изящнее они смотрятся когда есть донышко вот у них отправлю большие вот тут вот загибчики побольше сделаю так вот мне кажется посимпатичнее будет выглядеть вот в общем как у нас сейчас вот они колонны я их всех про все прорисовала и у нас получается вот такой вот вид еще я изменила немножко вот эти вот большие опорные колонны вот сейчас я поближе сейчас на следующем кадре покажу верхушки вот больших колонны вот они у нас потоньше маленькие колонны получились по изящнее вот она верхушечка большой колонны тоже такая катушечка а вот общий снимок всем творческих успехов до встречи